Локомотив дома скрестил клюшки с трактором из Челябинска. Гостям победа в этой встрече светила шансом войти в зону плей-офф на Востоке. Ну а подопечные Петра Воробьёва сыграли первый официальный матч в КХЛ после паузы на Евротур. Пошла ли она на пользу железнодорожникам, знает Евгений Полковников. Грех не победить Локо, написали фанаты трактора в интернете. Дело в том, что 27 декабря у Челябинского клуба день рождения ему стукнуло 66 лет. Матч с Локомотивом второй для трактора в этом выезде. В первом он проиграл Донбассу по булитам. Ну а команда Петра Воробьёва в паузе не отдыхала. Два товарника с ЦСКА и столичным Динамо. Выигрыш плюс ничья. Неплохая репетиция к продолжению чемпионата КХЛ. Без четырёх основных игроков, особенно без Кузнецова и Булиса, трактор, конечно, не тот. Но время к битве за плей-офф после Нового года, а гости до сих пор вне её на Востоке. Выходит, что опытный трактор, автор сенсации прошлого сезона, выступает в своей конференции хуже, чем обновлённый Локомотив на Западе. Гарнет и Колесник в дебюте трудились одинаково. Практически равное количество бросков в створ-ворот той и другой команды. Второй период те же качели, но трактор, впрочем, спасла надёжность Гарнета. Плюс дисциплинарный штраф заработал челябинец Филиппов. Локомотиву не хватило точности в завершении кучи моментов штрафов во втором периоде в целом. Трактор заработал аж 16 минут. Безрезультативной оказалась и последняя 20-ти минутка. Главные арбитры встречи перевели её в овертайм, который тоже закончился сухачём. Булиты принесли победу Локомотиву. Галимов 1-0. Ну, а у железнодорожников более серьёзный соперник впереди. 29 декабря Локомотив примет магнитку, прочно обосновавшуюся в группе лидеров на Востоке. Евгений Полковников, Василий Носов.